здравствуйте уважаемые друзья по вашей многочисленной просьбе мы начнем серию фильмов которые посвятим определенным материалам давайте мы начнем так как вы и просили о перьях я не зря перед вами показываю скальп джунглевого петушка значит при всех разнообразиях перьев которые применяется для вязания мушек это допустим стоит обособлено это используется для лососевых мушек вам начнут рассказывать что это очень 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 но я вам в начале фильма хочу сказать одно я буду высказывать свое мнение а вы уже будете для себя делать соответствующие выводы это не является панацеей поэтому придерживаться как источника для обучения я бы допустим не советовал я в частности вот все которые имеются вот такие глазковые перышки которого джунглевого петушка я зачастую очень часто использую в качестве обмотки на стримера всевозможные щучьи стримера не обязательно только для лососевых вот как вы видите камера сможет передать достаточно хорошие средние по грубости перо которое можно использовать как для мокрых мушек так и для стримеров но теперь давайте по порядку из всех перьев допустим бы я для себя разбил грубо это те перья которые идут для сухих мушек и те перья которые идут для мокрых мушек плюс к этому еще идут перья которые для стримеров это и лососевые разные окуневые щучьи и какие только угодно поэтому как-то конкретно рассказывать о отдельных этих перьях мы будем потом лучше мне в каком-либо фильме вам затронуть отдельно этот разговор но мы с вами должны уяснить одну простую вещь если мы возьмем вот такое перышко как вы видите вот она имеет одну форму другое перо имеет вот такую форму то есть все они абсолютно разные и абсолютно для разных изделий как я уже сказал давайте мы теперь начнем по порядку есть в каждом допустим комплекте когда вы приобретаете перья вот у меня допустим имеется скальп вернее четвертиночка скальпа здесь если камера сможет передать указано цифрами это у меня двойка то есть это идет его градация по величине моего пера если я возьму другой здесь уже совсем 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 другая цифра стоит возьму допустим скальп китайского петушка который тоже это я все показываю вам перо в самом начале который идет для сухих мушек поэтому если мы возьмем допустим нам необходимо там как обычно рассказывать перышко вот такой-то определенной градации и нам надо его срочно найти но у нас его нет поэтому специально как вы понимаете покупать вот четвертинку или покупать целый вот такой скальп очень очень дорого вот такие наборы которые я это не реклама приобретал фирме страйк достаточно выгодны цена-качество и перо которое здесь у нас находится вот как вы видите достаточно хорошая и годится не только для сухих мушек но и для стримеров теперь я не убираю а будем дальше рассматривать вопрос по поводу основных сухих еще мушек есть желательно конечно иметь вот определенные такие специфические как вы видите очень 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 тонкие здесь находятся перышки которые ну я вот вам покажу даже вот так сейчас вот как вы видите это 18 20 номер и выше можно даже 24 26 брать но скажу вам сразу конкретно обращать необходимо внимание помимо того кто изготовитель желательно обращать его какого он качества обычно они пишут потому что вот скальп вроде бы у меня хороший но петух не выдержан очень много мягкого пера который но не совсем годится для сухих мушек в отличие допустим вот от этого как вы видите это скальп одного и того же будем говорить петуха просто подкрашенный все перья которые вот я вам показываю это все селекционное если рассматривать вопрос о том откуда допустим перо вот я вам показываю еще это вот все с одного петуха это у нас скальп который снимается до а вот головы и до седла и уже потом идет только лишь вот седло у которого находится вот такие длинные и хорошие перья для сухих мушек поэтому если рассматривать целом вот это вот у нас производит один петух который в основном идет у нас для стримеров для мокрых мушек практически не годится он поэтому сухие стримеры ну и эмиджеры естественно значит как можно найти еще выход я вам уже показал покажу следующий допустим комплект это так как у меня алексей спрашивал и алмаз тоже вот продаются разные вот такие скальпы как я уже перед этим вам показал вот они там и красного и черного и и оранжевого цвета но дополнительно вот пожалуйста но дополнительно еще можно для себя сделать выбор продаются такие вот наборы специально пера для стримеров поэтому если вы для себя делаете выбор не обязательно покупать много купите не пару скальпов как допустим петушка вам пригодится на ваши сухие мушки и стримера можно отдельно приобрести для стримеров вот такой комплект это флоресцентная окраска даст специально для конкретно стримеров теперь допустим можно еще найти выход если вам я покажу ну это вот остаток было боа зачастую было попадается достаточно хорошее перо которое также можно использовать для изготовления и стримеров и всевозможных даже сухих мушек попадается достаточно длинное перо значит я не буду ударяться в подробности строения самого пера но обычно вот такая конструкция которая идет клиновидная она называется шлямпным пером это отдельная тема для разговора это для рукоделия поэтому попробуйте что вам будет допустим попадаться то и пробуйте для себя брать значит бывает вот я вам покажу теперь как вы видите это у нас цесарка тоже скажу вам честно вот приобрели ее на четверых мы друзей но пока мы еще за нее еще не взялись каждый нащипал себе определенное количество и целая вот такая вот шкурка ее лежит давайте я на допустим использую вот этот скальп нашей курицы я вам покажу какие желательно использовать перья для изготовления мокрых мушек вот как вы понимаете вот тех перышки которые находятся вот где мой палец это район шеи здесь самые самые мелкие перья и естественно дальше по центру они все симметричные слева и справа может надо брать использовать парные перья у них относительно ости идет асимметрия но естественно наши крылья которые мы тоже используем маховое перо для изготовления всевозможных стримеров это вот что касается допустим купить можно обойтись вот тоже я приобрел это куропатка крашеная тоже практически на все изделия она у меня идет очень очень много и просто не заканчивается но может потому что я еще использую перо домашних своих курь курочек я держу домашних японских этих перепелочек достаточно симпатичное хорошее перо теперь я чтобы не отвлекаться я для того чтобы сразу вам показать значит еще есть несколько вот побольше вот такие скальпы крашеные тоже китайских петушков скажу вам сразу значит вытащу покажу вот обратите внимание просто ну кости деревянные необходимо будем говорить так образно говорят чуть ли не плоскогубцами вырывать их я иду таким способом беру это перо подержу над чайником который закипает и дает пар и у меня становится мягким ни в коем случае нельзя его мочить замачивать почему потому что от этого у нас испортится пойдет жир со шкурки если мы захотим как-то перекрасить это уже отдельный разговор я вам потом буду рассказывать еще вот я вам покажу вот продаются отдельно как вы видите также из джунглевого петушка определенные вот такие сегменты тоже можно приобрести и пользоваться в работе допустим в перейдем к таким как вспомогательным это у нас были основное допустим перо которое мы используем есть вспомогательное это вот павлин который мы и ось используем вот из этой части я обычно отрывая изготавливаю и саму сами вот эти вот бородки значит перо павлина бывает вот такое глазковая и бывает клинковая то есть там где идут сами оси для стримеров таких как александра и несколько других если рассматривать вот мы с вами возьмем это вот тот же самый допустим петух который два перышка я вам просто покажу вы уже видите для себя качество самого пера вам необходимо при вот допустим когда вы выбираете для себя перо если есть возможность его пощупать и посмотреть я обычно но может неправильно но я так называю я беру и смотрю насколько вот она такое стекловидность у него она светится должно быть жесткая и очень хорошая от этого зависит очень сильное качество наших сухих мушек и стримеров поэтому обращайте еще внимание на это теперь как я вам говорил можно спокойно взять и приобрести для себя вот как я если у вас нет возможности не надо покупать большого количества вот это цены которые вы сможете увидеть это в гривне это скальпы тех же китайских но курочек имеют разные расцветку оттенок но и опять же структуру пера я также их использую для мокрых мушек и также их можно использовать для стримеров теперь есть еще такая категория специфических перьев как в перо марабу но у нас допустим как такового пера марабу встретить очень тяжело почему тяжело потому что в основном только лишь попадается крашеный индюк значит разницу я вам сейчас покажу вот у меня также это флюо я покупал для изготовления мушек для рыбалки кефали пеленгаса и вот я вытаскиваю как вы видите сразу видно если отделить вот одно перо я вам покажу и я вам покажу перышко марабу как вы видите совсем совсем разные ости и разная структура немножко пера но очень очень между собой похожи поэтому вы можете спокойно сильно не расстраиваться а использовать как я вот вам показываю крашеного нашего индюка качество его бывает тоже несколько разным поэтому следите выбирайте спрашивайте и щупайте так допустим через интернет ну вот если там брать для сухих мушек вот опять мне попался пакетик можно брать спокойно если вы доверяете этой фирме можно спокойно брать без всякого там ощупывания выбрать градацию и остановиться на двух трех расцветках которые честно вам скажу вам одного этого скальпа петушка хватит ну на бесконечное множество мушек желательно кооперироваться для того чтобы можно было но несколько дешевле сделать нашу покупку как я вам говорил это вот разные разные перья у меня с оттенком крашеные это петух также я использую его для стримеров желтый флюо зеленый шартрес тоже продается в наборах вот я вам даже покажу это правда двухлетней давности цены ну но не дороже считайте будет порядка десяти долларов это приемлемая цена теперь что касается специфических еще период я вот вам просто так покажу как вы видите тут у меня мои домашние корочки это японская перепелка которую я беру и просто потом эти перышки когда они уже надо я собираю их значит по специфическим из специфических я бы допустим отнес те которые идут на изготовление крылышек на изготовление крылышек не каждая перышко годится допустим если брать перо из скальпа вот как я показывал вот такого или же брать это курица сибрайт вот она я вам показываю в таком оттенке и показу вот уже в таком оттенке то есть они бывают двух видов то конечно мы будем с вами на крылышке использовать вот нашего джунглевого петушка значительно жестче перышко крепче ну и хорошо выдерживает поклевки если нам необходимо какая-то специфическая мушка такую как я допустим изготавливал для комарика желательно вот такое тоже жесткая перышко брать для стрекозы уже подходит чтобы меньше крутила меньше было сопротивление воздуху я использую использую более мягкое перо так как плавучесть у моей стрекозы и так более чем достаточно бывает допустим еще вот такие хитрые перья которые вам и не понадобятся значит это гризли как называют чикабу кто говорит смесь аиста с курицей ну я спорить не буду но вот такое есть перышко куриная которая достаточно хорошая для идет для стримеров и для мокрых мушек как вы видите вот я вам покажу будем говорить так 3 класса по качеству вот такое перышко тоже петуха можно его спокойно также как и курицы использовать в стримерах все можно будет заменить подменить вот еще вот такого оттенка еще вот такого вот оттенка они все 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 разного качества и отчасти разного предназначения теперь давайте мы перейдем к более такому специфическому вопросу это как перо страуса значит у нас бывает бесконечное множество разных наборов где можно выбрать перо страуса для себя как натурального сейчас я быстренько вам подготовлю как вот натурального такого качества но тоже скажу достаточно недешевый вариант так и вот вы видите есть вот такого качества такого качества оттенка это уже вы видите еще немножко похожее качество это вроде бы и фирменная но тоже еще чуть хуже качество просто вам показываю поэтому если у вас вы можете сложиться как-то с друзьями с товарищами зайдите в галантерийный магазин и выберите для себя страусиных перьев три-четыре-пять штук которые вам нужны и потом вы возьмете для себя и порежете поделите как вам будет удобно значит еще хотел бы я заострить внимание если вам будет попадаться будут попадаться вот такие наборы я бы вам советовал это вернее не набор ну цельные просто в один пакет положил два этих два разных пера но они по качеству одинаковая это просто великолепные перья для сухих мужик поэтому сможете приобретите тоже в складчину в чем заключается еще один вопрос в интернет-магазине обычно когда вы сможете делать заказ там на страничках как всегда выставляют размер сухой мушки на которой продается перышко то есть 14 крючок 16 крючок и вы уже можете заказать этот набор там два-три перышка в принципе то они выглядят почти так же как и как я вам допустим вот показывал но проблема состоит в чем вы не можете их пощупать вроде бы и хорошая и в то же время длина их да вполне достаточно они до 30 сантиметров длиной на одном будем говорить таком перышке можно связать 5 6 там 8 мушек это в зависимости от того какие вы будете изготавливать я сейчас вам покажу значит вот приблизительно вы получите три или четыре вот таких перышко чем определяется вот это вот градация это определяется величиной загиба и вы уже можете эту сухую мушку использовать вернее это перо использовать под определенный крючок но как я уже всегда вам рассказывал не всегда получается то что мы с вами можем запланировать исходя из этого я беру и использую уже несколько другие перья это вот я так же в скальпе черного петушка нашел вот такое симпатичное перо но она немножко не подходит но в то же время его длина как вы видите уже у окончания позволяет мне изготовить очередную сухую мушку ну в принципе так как я уже вам и говорил еще можно приспокойно использовать и я уже вам показывал неоднократно это вот фазан но фазан два разных фазана один охотничий второй уже у нас этот алмазный что касается перьев здесь эти мы используем в качестве лапок или в качестве крыла выбираем для себя сами какой нам допустим нужно перышка но есть вот и перышки также допустим курочек которые я использую вот эти части для изготовления или сухих или мокрых мушек также можно использовать я уже неоднократно вам показывал это вот перо индюка которая вообще не подготовлена годовалого индюка но нормально работает мушка хорошо работает без всяких проблем также вот такое же перышко которое можно подобрать я для своих допустим целей еще извините не смогу сейчас быстро вам найти но поверьте на слово значит вот у меня имеется вот такие перья которые были взяты там у голубя или допустим на охоте у черка как вот маховые перья у меня я зачастую вот использую вы видите это вот часть у пера махового где имеются вот такие биоты они используются для изготовления наших нимф только на маховых перьях находятся вот эти вот биоты ну вроде бы я вам так рассказал все использовать можно все все перья даже попугая и того я захожу к друзьям в зоомагазин они для меня откладывают подготавливают эти перышки и я сейчас вам просто попробую хотя бы некоторое показать вот мокрые мушки допустим определенных вот как вы видите это вот наш попугай вот такой величины как вы видите вот тоже я беру и использую при изготовлении мокрых мушек еще конечно стоит упомянуть ну мы все понятное дело что-то я и упущу это вот есть всевозможные вот такие наборы наборы древесная утка она бывает разных как вы видите оттенков натурального или же перо селезня то есть все что мы считаем необходимым для украшения нашей мушки или стримера мы можем использовать ну вот единственное что я вам немножко по ошибке показал это вот вот она чикабу смесь как я уже говорил аистой курицы как вы видите вот перья достаточно хороши тоже вроде бы и мягкие но их также с успехом можно использовать и в стримерах но перевой стример я уже неоднократно вам говорил он недостаточно долго живет теперь давайте мы с вами оговорим один вопрос если вас будет в дальнейшем интересовать допустим тема пера использование его более предметного более конкретного тогда мы с вами разобьем на использование сухих мокрых или допустим конкретно под наших стримеры потому что в стримерах я могу использовать любое перо даже для изготовления определенных нимф и стримеров для поимки карпа я с превеликим удовольствием использовал вот допустим есть крашеная вот куропатка зачастую я ее также использую поэтому вы не ограничиваетесь применением только лишь по каталогу тех перьев которые для вас обозначены самое главное это когда вы будете заказывать самое основное внимание это вот я вам попробую вот так показать давайте наверное мы немножко попробуем как-то приблизить чтобы сохранить резкость вот вы видите у них при всех вот перышках которые мы приобретаем обычно всегда стоит градация поэтому исходя из нашего пера мы уже знаем что это вот по двойка единица тройка подбираете более качественное спросите допустим приблизительно какому какой градации пера соответствует и для себя уже подбираете потому что для вот такого скальпа сложно сказать потому что здесь абсолютно все перышки находятся теперь давайте закроем эту тему и если вам понравится мы ее потом будем с вами продолжать что самое главное все перья как я уже говорил подразделяется для сухих мокрых и образно так стримеров поэтому никогда не допустим нельзя использовать для сухих мушек потому что у нас должна быть плавучесть вот я недавно изготавливал вот такой на двадцатом крючке клинтхаммер эмиджер но никак нельзя сюда уже применить другое перышко кроме как сухое потому что элемент который поддерживает наш эмиджер это вот то сухое перо которое ершиком опирается на поверхностную пленку можно использовать допустим если вы делаете я зачастую как мокрая вернее она сухая потом становится мокрой там еще можно подбирать перья несколько такие петушинные вроде бы и мягкая но в то же время жесткая главное чтобы подходила по величине наших перышек ну вот в этих скальпах которые я вам показал китайского производства достаточно удовлетворительное качество и можно использовать их в нашей работе разница допустим если вот посмотреть это тоже покупалось очень давно то существенное или вы купите один вот такой скальп или приобретете пять или шесть вот разных цветов и оттенков для себя это то как Алексей вы у меня спрашивали как же нам остановиться на тех или иных перьях для завершения своего фильма я хотел бы подчеркнуть что мы не рассматриваем само качество как из чего саму структуру пера мы только лишь так в агуле рассмотрели какие перья и куда мы должны с вами применять поэтому определитесь парочку для себя допустим ну вот этот пакет флюо оранжевых я использую для более таких конкретных стримеров поэтому мне его не хватает на год вот таких два пакета если вы изготавливаете только для себя то нет смысла вам покупать большие наборы перьев ограничитесь вот купите для себя пакетик черный он обязательно должен быть коричневый браун красного петушка и желательно вот баджер вот такой расцветочки это тоже достаточно привлекательные сухие мушки получаются вот мы уже с вами перечислили здесь три их вполне будет достаточно как вы видите вот они два вроде бы одинаковые но абсолютно разные по оттенку все они имеют свою классификацию вот и все а для стримеров можно спокойно купить один пакет вот такой допустим купить другой пакет там желтых оранжевых красных черный я вам уже показывал вот такой набор это петушиные перья которая из скальпа ну и цена соответственно если это вот фирменный ну он и стоит соответственно то вот такие наборы которые подготавливают сами в магазинах они несколько дешевле остановитесь на этом вот и все друзья если я что по каким-либо причинам забыл или упустил вы мне тогда в письме напишите как вам или мы дополнение к фильму сделаем потому что все за такое короткое время рассказать очень-очень-очень сложно я стараюсь в каждом фильме для вас более предметно и более конкретно рассказать какое желательно перо использовать а какое нежелательно и чем можно заменить все друзья мои благодарю вас за внимание до скорых встреч до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи